Всем привет, девочки мои! Неожиданно начинаю новое видео. Хочу показать вам, пока есть что показывать, какие у нас тут деревья возле дома. Вообще нашему дому в этом году, видите, у нас и тополи, и каштаны высокие, в этом году нашему дому 50 лет. И этим деревьям тоже высоким, высоким-превысоким, тоже уже 50 лет. В общем, их посадили тогда, когда построили дом. Вот он тополь, видите, вот толстый такой столб. Это как раз тополь, который мне в окошко ветками достает. Ну, тут еще у нас и каштанчики есть. Вообще, конечно, от этих тополей летит пух. И я понимаю, что это не нравится многим людям. Ну, никто у нас, в общем-то, на это дело не жаловался. Ну, видимо... Вот, кстати, я вам показывала, как-то здесь во дворе у нас цветочки высаживали. И вот здесь, и вот здесь брали просто колеса, шины от колес, и высаживали цветочки. Потом кто-то распорядился, жалобы писали, и все эти колеса поубирали и вообще вывезли, повыбрасывали. И здесь, и здесь. Сейчас ко мне прибежала соседка, ну, не та, которая моя подруга, другая, прибежала, говорит, там выпиливают все подряд деревья во дворе. Пойди посмотри, что там происходит. В общем, я вышла посмотреть. Да, я вижу, я вижу этот, эту машину. Ну-ка, я зайду с другой стороны. Что интересно тут выпиливают? Пойдем сначала посмотрим. Я сейчас посмотрю, что где выпилили, для того, чтобы иметь какое-то понимание. А потом подойду, спрошу, какое у них затрание вообще выпиливать. Соседка, конечно, у меня чутный человек. Я говорю, что все деревья подряд? Она говорит, да, все деревья подряд. Я говорю, да такого быть не может. Может быть, какие-то конкретные деревья выпиливают по какой-то причине. Она говорит, вот понад дорогой, там уже выпилили. Но я вижу, что здесь деревья понад дорогой все на месте. Даже сухие, вот стоят сухие ветки сверху. Подморозило. Ну, были у нас тут морозы, да. Вот. Ну, вот какое-то дерево, вот это, например, мешает там, где у нас ларек. Хотя дает тень. Вот это дерево у нас тут уже спилили. Так, было тут дерево, да. Вот его спилили. Надо спросить у ребят сейчас, что у них, какое задание, какие деревья они будут спилить. В общем, короче, девочки, короче говоря, поговорила я, вот уже, поговорила я с ребятами, которые на этой машине. Показали они мне документы, каждое дерево. В общем, у нас во дворе здесь будут удаляться все вот эти тополя, все. Вот эти три тополя, вот тут дальний тополь, вот этот тополь, вот это вот липа, но здесь половина дерева останется, крону только срежут, что там останется, не знаю. И вот тот тополь, вот этот тополь, один уже удалили. В общем, в этом дворе у нас удалятся все деревья, все высокие деревья. Ну и с той стороны, там, где у меня ветка в окно, с той стороны, там, где у меня в окно ветка бьет, сказали, эту ветку они обрежут, и тополь тоже там, они крону будут немножко сокращать. Ну и там еще какие-то несколько деревьев во дворе тоже удалят. Короче говоря, решили у нас здесь превратить все в пустыню, и в общем, я не знаю, ни птичек теперь, не будет здесь, птички, которые поют. Вот смотрите, какая классная крона, сколько тени нам тени тут дают, какое счастье. Вот было, и все, и теперь этого счастья не будет. А почему? А потому, что кто-то приходил, и вот они смотрели стволы, и находили здесь, значит, вот в этом стволе, находили, что вот это дупло, говорят, и там внутри пусто. Дальше. здесь тоже, говорят, внутри труха. Вот это вот, тот, кто проверяет деревья. Видите? В общем, аварийными признаны все тополя, которые у нас тут во дворе. И в общем, ну, тоже вот, хотя дерево живое вроде бы, но считаются аварийными. В общем, каждому стволу, если подойти, возле каждого ствола, вот у нас документы, документы. Документы. в общем, здесь крону срежут, я не знаю, часть, полдерева, в общем, срежут, полдерева останется. Вот это тоже, считается, что это, как бы, гниет дерево. В общем, все наши деревья тут, оказывается, гниют, а я этого не знала. Очень жалко, очень жалко, я не знаю, хочется прямо напоследок посмотреть на свой тенистый дворик, и как это сейчас, и какая будет потом пустыня. Но самое главное, что птичкам здесь негде будет жить и петь песенки. Ой, девочки, что там сейчас творится во дворе? Там повылазили наши жильцы, ругаются с этими ребятами, эти ребята показывают документы, там на самом деле у них действительно документы, фотографии, конкретно по каждому дереву, все есть, все постановление принято, решение принято, постановлено, в общем, такой толстый толмут, там не только наш дом, другие дома, там, видимо, было так, что я тут хотела, взять все и за хлебом зашли. Видимо, ходили, смотрели вообще по району вот эти все деревья, и, короче говоря, проверяли на вшивость, паршивость. Короче говоря, ну, заболевания деревьев есть, а что с этим поделать, я не знаю. Так, и, в общем, не лечили ничего, деревья хоть бы лечили, или хоть бы сказали, что эти мы снесем, другие мы посадим. Нет, сносить, сносят легко, а сажать, это нужно писать заявление, я не могу понять, почему нужно, мне кажется, если одни деревья сносятся, другие должны за ней сажаться, и все так. Так, ладно, что еще возьму, быстренько и иду назад. Посмотрим, что будет дальше, чем это все закончится. полюбуюсь напоследок нашими вот этими деревьями, деревцами. Вот такая вот красота. Большие деревья, конечно, выросли за столько лет, и как-то они нас не беспокоили. Но кто-то, вот какой-то умник решил, что они аварийные все. Кто его знает, может быть, они еще могли бы долго еще нам постоять. Хотя бы какие-то там немножко сухие, в прошлом году сухие ветки посрезали, и все, в этом году почему-то решили все снести. Это ж надо такое безобразие. Пойду посмотрю, что там договариваются, звонят куда-то, девчата. Я смотрю, вот этот голубь сидит на этой ветке уже давно. Я уходила, он сидел. Я уже пришла, уже, наверное, час прошел, голубь сидит. То ли спит, то ли что. Интересное дело. А я хотела вам снять, показать. Ладно, не буду окно открывать. В общем, короче говоря, девочки, пообещали мне эту ветку, всю вот эту большую ветку обрезать. И вот внизу каштан, он как раз мусорку закрывает. Его будут убирать, там ствол неровный или что. В общем, тоже признан нездоровым или что. Ну, в общем, какие-то деревья еще будут обрезать, что-то будут кроны уменьшать. В общем, не знаю, что делать. Короче говоря, нашим деревьям не поздоровится. Не поздоровится. Интересно, что этот голубь сидит и сидит. Надо за ним понаблюдать. в общем, короче говоря, решила, пока видео это не буду заканчивать. Вот вы видите, что у нас происходит здесь до. Вот эти, там слева два тополя больших. Вот этот тополь. Там дальше еще тополя есть. Ну, и у нас во дворе, слава богу, не только тополя. Я вижу, там другие деревья есть. Ну, в общем, посмотрим, что нам тут оставят. Ну, во дворе там мы не сидим, а вот сидим там, ходим обычно мы там. Потому что во дворе у нас нету подъездов. Двор такой уже ни о чем. Не для кого, так сказать. Просто тень дает, и птички тут поют. Здоровый или нездоровый этот голубь, не пойму. Может, он просто так отдыхает. Но сидит, закохтился, хорошо держится так. Ну-ка, увеличить. Вот такой вот. Голубь сидит и сидит. Спит, может быть. Так, ну, ладно, девчата. Посмотрим, что будет после. Вот, что творят, а? Все, дерево, дерево слизало. Ну, что, вот эти молодые деревца недавно посажены вот у нас остаются. Вот этот большой тополь тоже уберут. Но сейчас просто машины там стоят, поэтому его еще пока не срезали. А тут вот была лавочка, вот тут сидели наши барышни. Все, вот такая вот эпопея. соседка моя вышла, говорит, что-то не похоже, что гнилые у нас деревья. Вполне здоровые себе разрезы. Ну, может быть, там, где-то там чуть-чуть, но пока что они, по крайней мере, не видно, чтобы они были аварийными. Вот такие вот такие вот срезы. Вот тут чуть-чуть что-то есть, да? Так. Ну, а там уже поспиливали тоже, сколько там было. Там три уже спилили тополя, вот этот четвертый. И вот большой стоит пятый, но там под ним стоит машина еще со вчерашнего дня. Вот машину уберут, тогда они такой здоровый, красивый тополь и он, кстати говоря, даже без пуха я смотрю. Вот, так что, ну, будут еще тут у нас вот эти молодые деревца, пока они вырастут, это липа сказали, пока они вырастут, пока они будут тень давать, неизвестно, когда это будет. Вот такая пустота у нас. Ладно, будем наблюдать дальше, что у нас тут будет. Доброе утро, девочки мои, день следующий, день уже третий, машины поубирали, вот этот высокий тополь сейчас подъехала вот эта машина и будут его пилить. И, в общем-то, вот в нашем дворе на самом деле уже все высокие деревья спилены. вот, я тут стою с соседями, стоим, смотрим, бревнышки, места лавочек попросили, чтобы не убирали, ну, в общем, караулим бревнышки, чтобы их пока что не загрузили вот в ту машину, там у нас трактор грузит, видите, бревна, и вот эти вот все веточки тоже будут убирать отсюда, вот, и мы пока что ждем, пока что смотрим, что будет дальше. И они на следующую на следующую сторону, на сторону, где мое окно, должны после этого переехать, вот тогда, когда этот тополь уберут. Вот, ну, пока что мы в ожидании. Да, и что я сейчас вот услышала от девчат, что оказывается деревья по закону, если дереву больше 50 лет, то его убирают, оказывается. Да, на каждое дерево есть свой собственный паспорт, за ним следят. Ну, в общем, этим нашим тополям больше 50 лет вымахали выше пятиэтажного дома. Ну, такие вот дела. Начали уже пилить вот это дерево, тополь, и мне все было интересно, как они достают до самого верха. Ну, вот он выдвигается очень высоко, да. Сейчас будет выпилить. Ну, а наши тут на бревнышки решили бревнышки поделать наши жители двора нашего. Все, деревьев нету, тенечка нету. Грелавочки неизвестно, там их уберут, наверное. Вот, решили попросить, чтобы бревнышки оставили. Так, сейчас он будет большую ветку, наверное, вот эту вот отпилякивать. хочу посмотреть. А, нет, он сначала удаляет маленькие веточки с боков. Наверное, он, да, он ее просто раскромсать хочет, эту ветку, потому что она слишком большая, тяжелая, может упасть, конечно, на забор и человеку повредить забор. А там такой забор шиферный, так что вот она, вот она, вот полетела. Вот так происходит спилка деревьев, видите, по веточкам, по веточкам испилывает. Наш народ пособирался, давно не виделись, редко видимся друг с другом, хотя живем здесь все по 40 лет, кто-то, я 38 лет, кто-то 40 лет и больше даже здесь живет, так что успели все даже постареть дружно. А когда-то дружили вместе, гуляли, ну, в смысле, во дворе сидели и на заводе работали на одном, в общем, друг друга знаем, старейшими. Так, ну, вот такая вот работа. Девочки, ну, что, я так думаю, что сейчас будут спиливать вот эту мою ветку. Кстати, вот эта сухая ветка многим из вас уже надоела, да, и вот это вот висит там кусок какой-то. В общем, вот эту ветку, ну, я так поняла, что должны вот так вот ее спилить, потому что она мне бьет в окно, когда сильный ветер. Вот, ну, и по документации вот этот вот каштан, тоже там какой-то ствол нехороший, тоже его, судя по всему, будет снос полностью. Вот, ну, а здесь может какие-то ветки пооблюбают. В общем, короче говоря, я жду. Я смотрю, машина уже, вот она подъехала сюда, ну, и сейчас буду ждать, пока они вот это все сделают. Ну, честно говоря, мне эта ветка уже самой достала. Если они там за этой веткой, вот там высокие каштаны, закрывают окна, если те каштаны останутся без изменений, то в принципе меня все устраивает. Ну, конечно, я боюсь за свои окна, при том, что ветка достает еще до антенны, вот до этой, вот до веревок, до палок, даже вот сюда до карниза доставала, когда ветер сильный. И меня это пугает, боюсь за свои стекла. В общем, ждем. Надеюсь, сейчас все это сделают. В общем, вид из окна будет теперь немножечко другой, я так думаю. Хотели ребята начать вот с этой ветки, подъехали под низ, ну, а потом оказалось, что там внизу стоит машина. Хорошо, что там номер телефона водителя. В общем, позвонили, я туда позвонила хозяину, а он оказывается очень далеко. Домой приедет не раньше, чем через час, но ребята уже закончат работу. И, в общем, неизвестно завтра их сюда пришлют или нет, но мне очень хочется, чтобы эту ветку несчастную, злосчастную мне уже убрали во скорее. Так что не факт, что они завтра приедут, но пообещали, что все равно в ближайшее время они тут будут. В общем, делают они обрезку, но здесь они вроде бы, может быть, только каштан вот этот уберут по документам сносный этот каштан. Остальные деревья сказали, что там будет только санитарная обработка, но полностью деревья убирать не будут. Вот эта ветка, конечно, больше всего меня пугает и волнует. Работают ребята. Вот такая работа. у нас во дворе до сих пор не утихают страсти-мордасти, до сих пор выходят жильцы, возмущаются. Мы уже третий день возмущаемся. Ну, мы-то уже как бы поняли, что там по документам работают и ничего сделать-то они не могут. дендролог дендролог тут был, который все эти деревья отметил, которые нужна санобработка или вот эти сухие ветки или большие какие-то длинные в общем ветки удалять. А какие-то деревья уже звенят, как они там простучали, они звенят, вроде что-то такое, которое под снос. Так что мы поделать ничего не можем, но до глубины души, конечно, нам жалко. мы тут по многу лет, по 40 лет уже живем многие и, конечно, нам с деревьями с этими никак прощаться не хочется и мы за эти деревья тут, конечно, пытаемся их отстоять, но не можем по документам. Все это внезапно, внезапно. Без нашего разрешения, без нашего спроса дендролог решил, постановил, что убрать, что оставить, мы ничего не можем с этим поделать. Вот такие дела на сегодняшний день. И, в общем, ну, не знаю, что посмотрим. Может быть, я это видео пока закончу, посмотрим завтра, если они не приедут, значит, я тогда это видео смонтирую и дальше будем ждать, когда ребята появятся уже для того, чтобы детку вот эту вот мою убрать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok